И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители, покушайте квадратные шоурумы. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуг Амору и эта великолепная сборочка с модом Крейт. Как я люблю это говорить, всегда об этом говорю, за кадром произошли какие-то гигантские, колоссальные и уникальные изменения. По большей части это коснулось декораций, которые у нас здесь размещены и у нас здесь располагаются. Как вы можете понимать, я сейчас нахожусь там, где в прошлой серии я потратил достаточно большое количество времени. Именно я нахожусь вот в том месте, где у нас добывается булыжник и все на свете. Вот в этой системе, и она сейчас выглядит максимально аккуратным образом. По факту я лишь здесь разменил немножечко конвейеры, то есть теперь булыжник не путешествует. А все потому, что я научился размещать вот таким вот образом здесь конвейеры. Они могут здесь располагаться, когда стороны катетов у нас примерно одинаковые, благодаря чему это все очень сильно органично смотрится. В крутящийся момент у нас передается минимальным количеством шестеренок, благодаря цепным коробкам передач и регулируемым цепочным механизмом. Как вы можете наблюдать, здесь вот скорость вращения немножечко изменена относительно этого, а все потому, что здесь подается ростон сигнал. Как только я убираю ростон сигнал, скорость вращения у нас будет на этих двух механизмах одинаковая. Но я об этом еще чуть-чуть попозже расскажу, когда буду еще использовать подобного типа механизма. Благодаря замене шестеренок на цепочные приводы у нас получилось здесь все это организовать более аккуратным способом, что меня несомненно радует. Изменения коснулись также нашей основной базы. Как только мы выбрались сюда наружу, я наблюдаю здесь тот факт, что ферма ламинарии оттуда у нас перекочевала вот сюда. И здесь она успешным образом работает, чуть в меньших масштабах, чем там. И это обусловлено тем, что ламинарии и так очень большое количество, и даже я думаю всего этого объема, который здесь добывается, нам не нужно. И также здесь есть автоматическая ферма риса. По факту это то же самое, что ферма ламинарии, за исключением одного слоя воды, который расположен чуть ниже. Она нам приносит рис или рисяные паникулы, из которых делаются фильтры для наших вот этих вот ферм. Можно было бы по-хорошему автоматизировать всю эту систему, и вот эти вот базы, которые делаются как раз из рисовых паникул, автоматически помещались бы в наши базы, и я думал об этом изначально, когда строил эту ферму. В принципе, даже вот эти вот базы нам нужны только для того, чтобы получать глину. Но как оказалось, глину мы можем получать еще и из гравия. А гравий это не что иное, как измельчение обычного булыжника. То есть по факту можно не заниматься рисом, а заняться просто измельчением камня и получать ту же самую глину, даже в эффективных объемах. И возможно мы этим и будем с вами потом заниматься. Сейчас же на эту серию у меня немножечко другое запланировано. Так, для начала я хочу показать то, что я теперь здесь надыбал алмазную броню, того же на торгами с жителями. Алмазная броня без особых зачарований таких сильных, просто она есть и просто она существует. Сейчас же на эту серию мне предстоит выполнять некоторые ачивки. Из вкладки большие стремления можно уже начинать систему с блендером водорослей и смешивать глину и ламинарии. Это у нас получается благодаря смешивателю. Я ни разу с этим не работал, понадобится нам чаша и сам смешиватель. Пока у меня слабая есть идея, как я должен именно помещать туда и то и то, но я надеюсь, что у нас все получится. Я уверен точно на 100% в том, что мне потребуется гигантское количество резины. Хорошо, что благодаря тому, что я провел за кадром большое количество времени, этой резины и этой глины у меня накопилось достаточно большое количество. Последний ингредиент, которого мне не хватает для того, чтобы все это начать строить. Привод, с помощью которого мы будем давать этому всему безобразию вращения. Можно использовать в принципе вентиляторы, это не возбраняется, но я хочу попробовать что-то новенькое. У меня здесь есть подшипники ветряной мельницы, благодаря которым я могу построить эту самую ветряную мельницу, скажем, вот таким вот образом. И она будет вырабатывать нам крутящийся момент. И судя по тому, что она пишет то, что допустимая нагрузка большая, я думаю, у нас это очень прекрасным образом получится организовать. Для ее создания нам потребуется парочка белых парусов. Хорошо, что у меня здесь есть около стака этой самой шерсти, которые нам потребуются для этого создания. Получается, отсюда у нас идут ламинарии. Мне их нужно засовывать на конвейер, а также мне нужно засовывать на конвейер глину, которая у нас вырабатывается с помощью этой базы. Так, эту базу вообще отсюда по-хорошему унести туда поближе и там уже поближе вырабатывать эту самую глину. Вот здесь вот прекрасное место, мне кажется, для этого будет. И вот здесь вот потом я это все размещу, но для начала я хочу посмотреть, как это все вообще будет организовано и как это все будет происходить. По идее, по моим планам, что должно происходить. Эти ламинарии поступают благодаря воронкам в чашу, которая располагается выше. Все потому, что чуть выше фермы ламинарии я хочу вот здесь вот расположить вот эту вот систему с просейкой нашей глины. То есть просейкой песка в глину. Здесь получается чаша. На чашу я размещаю венчик. Получается, у меня вот здесь вот где-то, по идее, должен находиться сундук, в который будет попадать глина. Благодаря промывке. И как-то по конвейеру, наверное, он должен сюда попадать. Вот так вот по конвейеру. Давайте сейчас проверим, разместим немножечко сюда глины. И, конечно, ничего не пойдет, поскольку у нас здесь нет крутящегося момента. Крутящийся момент временным вариантом сюда я хочу создать при помощи, допустим, вот этой нашей системы с вентилятором, как мы делали это и раньше. И теперь мне нужно его, получается, подать на вращатель и на конвейер. Насчет скорости я не знаю, мне нужна большая здесь скорость или нет. Если скорость нужна большая, то, конечно же, это ничего работать не будет. Нужно будет что-то другое придумывать. Конвейер вращается в нужную сторону. И глина успешным образом попадает в чашу. Хорошо. На механический смешиватель я погляжу то, что нужно подавать механизм вращения при помощи именно шестеренки. Ну, как раз у нас здесь есть возможность передать это самое вращение и многократно его как раз ускорим. Так, хорошо. У нас смешиватель пошел работать, но почему-то он ничего не смешивает. Возможно, потому что он находится не на правильной высоте. А, нет, не в высоте дело. Он просто вращается с недостаточной скоростью, то есть нужно ее еще увеличивать. Я вас прекрасно понял. Сейчас будем работать над этим. Это прекрасная возможность использовать здесь нам регулируемые цепные механизмы. Я прекрасно осознаю то, что у нас здесь вот будет весь материал, вырабатываемый чаще, куда-то дальше идти по конвейеру и, допустим, пережариваться. Поэтому мне нужно как-то это здесь компактненько постараться уместить. То есть я беру регулируемый цепной механизм, размещаю его вот здесь вот таким вот образом. И впритык ставлю цепной привод в корпусе. Теперь я подаю, получается, сюда редстоун сигнал. И, в отличие от регулируемого цепного механизма, цепной механизм будет вращаться со скоростью ровно в два раза больше. И так вот настакивать можно просто до бесконечности, пока не надоест. Ну или пока нам вот эта вот машина не скажет то, что скорости вращения недостаточно. Скорость здесь получается ускорена в пять раз, благодаря цепным механизмам. Я надеюсь то, что этой скорости нам теперь хватит. Момент истины. Механизм перегружен. Нам не хватает крутящегося момента, да? Плохо. Плохо. А тут я ничего не сделаю. А если я чуть ослаблю здесь, то все равно будет перегрузка, и нам все равно будет не хватать этого момента. То есть, как раз нам здесь и нужно будет строить мельницу, иначе у нас вообще ничего не выйдет с вами. Допустим, я захочу, чтобы эта ветряная мельница работала вот в таком вот варианте. То есть, она будет вот здесь вот у нас вращаться. По идее, от количества парусов у нас будет зависеть лишь скорость вращения этой самой мельницы. Нам нужно разместить на этой системе минимум восемь блоков. Вот этих вот парусов. Здесь их расположено девять. И да, смотрите, эта ветряная мельница очень криво, очень косо начинает работать. Нам, конечно, это будет здесь немножечко мешать ходить. Ну да и ладно. И нам нужно сейчас попытаться разместить парусов чуть побольше, чем у нас здесь сейчас размещено. Конечно, это не самый реалистичный здесь рисунок, который можно было разместить. Ну да и ладно. Главное, что все это работает и вращается, причем с очень хорошей скоростью. Мне это безумно нравится, конечно же. Теперь мне нужно, получается, передать крутящийся момент туда. И по-хорошему его еще ускорить, потому что этого, возможно, будет недостаточно нам. Конечно, знатно я здесь намудрил. Но это все более-менее работает хотя бы. Передается крутящийся момент. С помощью нехитрых махинаций нам вот сюда. Так, глина сюда пошла. Ламинарии сюда тоже должны были пойти. О-о-о, пошло смешиваться. На всякий случай я оголит сюда запихал. И все, вот он у нас первый оголетенок. Который был получен благодаря смешиванию. Ура! Не думаю, что здесь нужна скорость большая на валу. Пусть будет такая маленькая. Ее, в принципе, пока что хватает. Если что, в любой момент это можно все безобразие ускорить. Нам сейчас нужно, получается, для начала выполнить вот эту вот ачивку. И теперь нам нужно пережарить весь оголит, который мы здесь с вами производим. И по-хорошему нам нужно это где-то сделать недалеко от вот этой системы с эндезитом. Нужно сейчас вообще посмотреть, сколько нужно длины для того, чтобы это все безобразие пережаривалось. Так, конвейерными путями оголит должен попадать сюда. Здесь должен располагаться вентилятор с лавой, который бы дул у нас на конвейер. И здесь бы все пережаривалось. Хм, неплохой вариант передачи крутящегося момента при помощи конвейера. Так, получается, вентилятор располагается вот здесь вот. Вот здесь вот должна находиться лава. И это должно как-то пережариваться. Надеюсь, это находится на правильной высоте, иначе это будет очень сильно плохо. Здесь есть парочка моментов, в которых может все это пойти не так, как мне нужно. Хотя бы в том плане, что, допустим, не будет передаваться теплый воздух через дубовый люк, который здесь располагается. Или еще что похуже. Поэтому я буду, конечно же, надеяться на лучшее, но получится как всегда. Так. Немножечко я тут увеличил скорость вращения. Но, к сожалению, сторона вращения не та. Сейчас просто коробка передач, тыдыщ. Все. Есть у нас скорость вращения, но она слишком маленькая, из-за чего у нас, в принципе, длина конвейера очень маленькая. Ну, давайте экспериментировать. Нам нужно, по идее, вот здесь вот... Ой-ой-ой. Вот здесь вот вал мы размещаем. Сейчас первые кусочки у нас должны пойти. Хватит ли нам длины? Вот в чем вопрос. Да, вполне хватает. Значит, скорость вращения вот этого безобразия нам не нужно как-то изменять, и ее вполне нам достаточно, чтобы здесь получался оголитовый кирпич. Теперь у меня вопрос, нужна ли здесь какая-то буферизация этого самого кирпича, или я сразу буду это все смешивать? Давайте буферизовать, в принципе, а почему бы и нет? Там глина у нас не бесконечная, здесь у нас ламинария не бесконечная. Буферизация нужна в любом случае. Вот только сейчас ачивки у нас выполняются насчет оголитовых кирпичей, но мы их смешивание сделали. Теперь андезитовый смешиватель нам нужно здесь размещать, это замечательно. Все, буферизацию я организовал себе, просто разместил драйвер, все замечательно, скорости нам хватает, и с этим проблем нет. Здесь я себе уже тоже сделал конвейер, который будет вращаться у нас, и будет передавать весь андезитовый булыжник сюда вот в смешиватель. Валы я, по идее, должен вот так вот разместить, и все, андезитовый булыжник у нас пошел в смешиватель. Фильтры для создания я сделаю здесь именно то, что андезитовый сплав. И опять-таки мне нужен сейчас вот этот вот вентиль, который будет сюда вот вращать все, то что у нас здесь есть, и будет обрабатывать здесь андезит наш. Это очень некрасиво выглядит, возможно потом я просто заменю это все на валы. Но главное, вращательный момент сюда передается, и это должно смешиваться. Это все прекрасно работает, только посмотрите, как это все чудесно выглядит. Скорости нам тоже более-менее хватает, не хватает лишь каких-то маленьких элементов, и я не пойму каких. Возможно, это все дело в маленькой скорости вот здесь вот, но это ничего сложного не будет, если мы потом это как-то все увеличим. Мне сейчас нужно буферизовать андезитовый сплав, который здесь производится. Андезитовую воронку сюда я ставлю. И последний ингредиент, который мне здесь нужен, это банальная коробка передач. И все, по идее это все должно работать таким образом, каким я хочу. Андезитовый сплав сюда выплескивается, и успешным образом попадает в драйвер, то есть буферизуется. Таким образом мы с вами завершаем вот эту вот линейку с андезитовым смешивателем и андезитовым сплавом. Суперски. То есть у нас вот эта вся система работает без моего вмешательства, без моего ведома. Это абсолютно автономно. Таким образом, здесь мне абсолютно ничего не нужно делать. За исключением, наверное, всего парочки нюансов. Эта парочка нюансов заключается по большей части вот в этом ключевом механизме. А именно в том факте, что здесь у нас возможно когда-то рано или поздно закончится вся глина. И еще возможно то, что нам нужно будет увеличить скорость вращения вот на этих валах. Но я это сделаю, если что, за кадром, и это будет не сложно, если что. Нам нужно сейчас каким-то образом сделать хотя бы полуавтоматизацию по созданию этих самых глиняных фрагментов. Хотя бы вот в таком вот режиме, как у нас здесь организовано. То есть воронка и стрейчбейс. Всю эту систему оттуда я перенес успешным образом вот сюда. Здесь уже разлита вода и это все выглядит, по-моему, более компактно, чем у нас было расположено вон там. В передаче крутящегося момента я себе опять намудрил. С помощью шестеренок я успешно все это себе организовал зато. Теперь же мне остался последний ингредиент. Андезитовая воронка. Скэдыщ. И направление скэдыщ. Все, у нас здесь пошел песок. Он даже успешно преодолевает препятствия в виде дубового люка. Образуется в глину и засовывается в наш сундучок. Автоматическая система с глиной готова. Скорость у нее, конечно, маловато, но я думаю, для всех потребностей нашего безобразия хватит. Нам нужно сейчас выйти на достаточный уровень, чтобы мы успели заменить эту всю систему, пока у нас что-то там не вышло дальше из строя. Имею в виду, я хочу уже давным-давно здесь себе разместить дробитель, который бы нормально это все организовывал. И тогда нам не нужно будет постоянно менять эти самые доставучие фильтры. Так, и последнее, что у меня здесь осталось, получается, это организовать здесь себе нормальную скорость вращения, которая меня здесь абсолютно не устраивает. Ну да, хотя бы не вот такая вот, как была до этого, скорость невероятной медленной улитки, и меня уже будет это абсолютно устраивать. Последний элемент я сюда разместил, и скорость конвейеров стала больше. А вопрос, а будет ли хватать теперь? А вот и первая проблема у нас возникла. Хотя, нет, это не проблема. Я думал, из-за того, что мы увеличили скорость конвейеров, не будет хватать скорости для того, чтобы аголит успел преобразовываться в аголитовый кирпич. Но благодаря тому, что здесь у нас стоит драйвер, он нас не дает вот этой самой необработанной глине проходить дальше. Благодаря чему все это успешно у нас работает, и все это у нас очень замечательно. Эндозитовый сплав уже три стака успешно накопилось, и меня очень сильно это устраивает. Я думаю, то, что пока на таком прекрасном моменте мы будем с вами потихонечку заканчивать, мне предстоит в следующей серии заняться, наверное, сдиранием коры, нарезкой досок и так далее, вплоть до конвейеромании, которая нам будет рекомендовать, организовывая сборочную линию по созданию кинетических механизмов. А это уже практически финальный шаг в создании первых андозитовых корпусов. Ну и в таком случае, пожалуй, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амамору. Еще услышимся! Субтитры подогнал «Симон»!